Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить простую, в то же время вкусную, забавную такую закуску из моцареллы, шпрот и ананасов. Делается все просто, минимальная термическая обработка, да и то, я думаю, можно обойтись без нее, но лучше с ней. Так, сейчас я все подготовлю. Я купил вот такой вот базилик, зеленый базилик, живее всех живых, очень ароматный, кто никогда не видел, не знает. Вот он такой, мне понадобится немножко. Он идет у меня, он видите, чем мне он нравится? Он за счет своего вида и за счет своего аромата может использоваться, в принципе, как базилик. Вот, и для украшения хорошо отделяются эти листочки, можно вот прям такие вот шапочки давать, вот, но это может быть чересчур много будет, ну вот так. На бумаге открою, потому что что-то эти шпроты, как ни открывай, они все равно все маслом зальешь. Вот, и будем сейчас отсюда тягать. Вот, кто, признайтесь, друзья, любит шпроты. Видите, как раньше, вот, хорошо их на хлеб положил, вот, и резанный ананас. Тоже заберу. Вот, значит, резанный ананас, что мы сейчас берем, я начну с него, в общем, странно, с одной стороны, да, шпроты и ананас, но на самом деле нет, хорошо. Вот, и моцареллу. Я взял обычную, вот, недорогую, совсем дешевую, я бы даже сказал, моцареллу. Сейчас я солью с нее то, что нужно. Точнее, наоборот, то, что не нужно, солью. Вот, вот, обратите внимание, мы его будем карамелизовать, поэтому я делаю, смотрите, как. Соблюдаю так, чтобы он, и он, я на сковородку мог положить и с этой стороны, и с этой стороны, поэтому вот не так. Вот, шпажку с этой положите, а с этой уже нет, поэтому вот так. Вот, ну, это, как говорится, уже такое. Вот такие вот дольки. Я нарезаю весь этот шарик. Вот, в принципе, друзья, посмотрите, вот уже манит, уже хорошо, да, белый сыр, желтый ананас, зелень, тут все. Вот, и на сухую сковородку я выкладываю... Вот это дело. Вот, вот это дело, потому что забыл, как это называть, ананас, господи, вот. Вот она уже, корочка идет. Я хочу выложить это вот так вот, по диагонали, без нахлёста, чтобы можно было брать порционно, человек подошел и взял. Вот так, например. Немного масла. Вот так. Масло, конечно, пойдет и от рыбы, но, тем не менее, во-первых, это будет давать аромат, это будет давать цвет. Ну, и вкус, конечно же. И вот, так сказать, пошел наш продукт. Вот, конечно же, на... Ну, нет, так не пойдет сейчас, а то у меня получается самый маленький. Хотя, ладно, почему нет? Пусть будет, да, чем большому куску... У меня на самом маленьком сыре самая большая рыбка, ну, неважно. Вот, и кладем в неком порядке в каком-то, так сказать, нашу вот эту вот штуку. И вот здесь уже пошло вот это вот украшение. Хорошо очень будет смотреться. Оно будет не только смотреться, оно будет давать еще и отличный аромат. Рыбка копченая я пока делал. Понял, что копченые паприки у меня тут есть немного. Можно вот так вот. Это уже больше для запаха и, так сказать, для вот какого-то еще акцента. Можно вот так вот посыпать. И вот так дать несколько горошин. Вот сюда уже в ананасы. Красного перца. Это не для вкуса. У меня... Я специально так не делал, но вот остался один шампурок такой с ананасом, кусочек сыра. Вот я их сейчас вне тарелки попробую. Вот, заодно и проверим, удобно так делать или нет. Да, удобно, вот, пожалуйста. И сразу ананас. Ребята, это вкусно. И вот это хорошо сделать вечером там с женой, подругой или, так сказать, кандидатом под бутылочку сухого белого вина. Конкретной марки говорить не буду, я не большой спец. Но то, что под это надо белое вино, а не красное, это точно совершенно. Во! Друзья дорогие, легкая закуска, классная. И есть тоже удобно, невзирая на то, что жирная рыба. Желаю вам приятного аппетита, категорического здоровья и отличного настроения. Всех с началом рабочей недели, чтобы она была продуктивная. Ребята, вперед! Увидимся скоро в следующих роликах. Заходите на канал, подписывайтесь, сайт, все дела, как обычно. Все, пока! Продолжение следует...